Эти бараны приехали в Астану из Южного Казахстана, Акурат, в канун священного для мусульман праздника Курбан-Айт. По традиции, после праздничной молитвы принято заколоть жертвенное животное, накрыть дастархан и пригласить за него родственников, друзей и соседей. Хороший баран сейчас в цене. Этот баран стоит 30 тысяч тенге. Он где-то 40 килограммов весит, то есть выходит по 750-800 тенге за килограмм. Что ест народ? Этот вопрос всерьез взволновал лидера нации. Накануне праздника жертвоприношения в Астане прошло расширенное заседание правительства. Но султан Назарбаев возмутился, почему при лавке магазинов и рынков страны завалено некачественным импортным мясом. Мы находимся в таможенном союзе. Надо же разобраться. Мы не возражаем. Мясо хорошее белорусское. Они говорят, коровы отработали свое, режут и пусть казахи кушают потом. Старых коров нам подсовывают, а молодых себе оставляют. Вы знаете, что мясо старые коровы кошкам дают. Куда вы смотрите? Кто-нибудь следит за этим делом? Президент напомнил министру сельского хозяйства, что была разработана целая госпрограмма для развития экспорта мясных продуктов. Из нацфонда выделили 120 миллиардов тенге, чтобы довести экспорт до 60 тысяч тонн к 2016 году. А в результате ни экспортом не смогли похвастать, ни себя обеспечить. Впрочем, на деле отыскать белорусское мясо на одном из столичных базаров не удалось. Продавцы местного павильона уверяют, что все мясо на прилавках зарезано в Казахстане. Следы белорусской говядины удалось отыскать в Алматы. Таможенный союз открыл границы для продуктов, товаров и услуг. Мясо из Беларуси пользуется спросом и составляет конкуренцию отечественной говядине. В первую очередь из-за своей цены, говорят оптовики. Живая говядина в Алматы сейчас 715 миллиардов. Видите, мы торгуем ухтом машинами по 20 тонн. У нас в основном лагном метре, азан забирают. Килограммы отечественной говядины стоят в среднем 1300 тенге или в два раза дороже белорусской. Но и качество у мяса разное, отмечают продавцы. Я видела в коробках его продают за мороженое в битве. Так же было и американское в свое время, так же было и еще какое-то мясо, не только белорусское. Хотя немножко цена у нас подороже, но все-таки оно у нас свежее. Сразу от производителя тут же режут, тут же мы продаем с утра. Замороженное мясо на базаре не должны торговать. У нас мясо свежее. Замороженное мясо должно идти на переработку. Или должны в магазинах торговаться. На базаре мясо мы вечером режут, утром брезут свежее. В начале октября Казахстан с официальным визитом посетил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Президенты ТТТ обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества. А еще ужинали. Что было в меню неизвестно, но кажется очевидным. Кто из двух президентов, Ельбасы или Батька, главный спец в мясном вопросе?